В сопровождении охраны и при полном параде. По ступеням дворца железнодорожников поднимается выпускник политеха, передовик союзного строя отряда, бывший секретарь обкома КПСС Пётр Сумин. В зале витает явный дух коммунизма. Бывшие активисты звенят медалями на целинках, с трибуны звучат задорные речи. Мы все горели этой идеей, считали даже. Не был в строя отряде, очень-очень многое потерял. Да, и как сегодня уже было показано на сцене, оставаться в стороне, когда твои сверстники осваивают целину, строят города и села, прокладывают магистрали газопроводы. По залу проносят бархатные знамена. Строй отрядовцы вытягиваются в струнки. Из колонок громыхает музыка Александрова. Кажется, что хор вот-вот затянет гимн страны советов. О том, что все действие происходит в России, напоминает разве что двуглавый орел до нравы современных студентов. Мы заработали 25, отратили на отдых, в принципе, и на подготовку к учебным годам. Как отдохнули и где? Отдохнули в Екатеринбурге неделю. Отдохнули хорошо. Сегодня областной трудовой отряд – это более 7,5 тысяч студентов. 75 лучших из них 15 ноября делегируют в столицу. Там, в Кремлевском дворце, отпразднуют полувековой юбилей всесоюзного стройотряда.